Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влоге канала Семья Бровченко. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к телеграм-чату. Ссылка в описании. Ну и понятное дело, ставьте лайки активнее, ведь именно лайки помогают продвинуть канал. И сделать так, чтобы видео посмотрело как можно большее количество зрителей. Ну, у Бровченко беда-беда огорчение. Почему? Потому как у них везде тополиный кух. Абсолютно везде. И в кастрюлях, и в казанах, и в тарелках. Везде. Почему он к ним залетает? Потому как нет сеток на окнах. Почему сеток на окнах нет? Потому как они скоро переезжают. Ну, нормально так. Во-первых, там Таня уже показывала влог, в котором они собирают вещи. Ну, а во-вторых, что значит они скоро переезжают? Еще 2-3 недели, Таня сказала, они собираются жить в этом доме. В этой квартире, простите. И что, вот 2-3 недели они будут мучиться от этого пуха? Ну, не знаю, хорошая ли эта идея. Вообще никаких сеток не устанавливать на окнах. И вообще Таня смогла бы сама натянуть ту самую сетку на форточку хотя бы. Но нет, видите, без Бори она этого сделать не может. Да хотя бы на кнопки как-то, да, вот посадить эту самую сетку. Так вот наживить. Если он, Боря, в доме, в новом строящемся, наживил ступеньки внутренней лестницы, то я думаю, сетку от комаров можно запросто наживить кнопочками. Правда ведь? Правда ведь. Тем более у них там рамы деревянные. И то какое-никакое было бы спасение от этого пуха. Ну, наверное, Таня надеется, что всё-таки не вечно будет тополь цвести. И за 3-4, максимум 5 дней всё это пройдёт само собой. Мол, не придётся напрягаться, да? И сетки какие-то натягивать на окна. Но мне кажется, что Таня всё-таки не права. Даже если период цветения тополя не такой длительный, 2-3 недели, то всё равно тополиный пух доставляет какой-никакой дискомфорт. А если у кого-то ещё из детей и аллергия на этот тополиный пух, то это, конечно, вдвойне неприятно. Но опять же, какие дети остались Таней? Остался Боря младший, остался Максимка. Саша в детском лагере на неделю уехал. И вот, кстати говоря, мы это вот слышим уже достаточно долго. Намного больше, чем неделю мы это слышим. То есть у Тани какой-то рассинхрон с хронологией. Полный рассинхрон. И она одни ролики выпускает раньше, вторые позже. Потом она их меняет местами. Потом она забывает, какой ролик она уже выпускала, какой ещё только предстоит выпустить. В общем, там сейчас начинается какая-то такая вот билиберда, чехарда и карусель. Таня тут ещё монтажёр. Вот, в принципе, мы это уже всё обсуждали в Телеграм-чате. Пересоединяйтесь, там интересно. Ну, а Максим говорит, ест гречневую кашу молочную. Ну, наверное, гречневую кашу с молоком, а не молочная гречневая каша. Хотя, наверное, каждая по-разному это всё дело называет. Но потом, когда я увидела, как Максим допивал молоко, и там вот на донышке, это пиалушки, из которой Максим ел так называемую молочную гречнюю кашу, совсем немного гречки. То есть, в принципе, Таня была права. Это гречневая молочная каша. И молока там больше, чем гречки. Намного больше. Говорит, вот, мол, надо заставлять детей есть, а то ведь они не едят, если их не заставишь. Оттого Максим бедный аж выпивал это молоко. Готов был действительно без вилок, без ложек, без ножей, без чего угодно есть эту самую кашу, лишь бы её доесть. Вы знаете, вот этот момент, когда Максим пил из пиалушки вот это вот молоко, так называемую кашу гречневую он пил, молочную, мне этот момент напомнил, когда, вот помните, в Горохово Боровченко воспитывали детей. И говорили, вот он поломал ложку, сломал ложку или вилку, какой-то стволовый прибор, по-моему, Тимофей. И они, или Павел, в общем, кого-то из мальчишек, да, заставили есть руками то ли борщ, то ли суп, ну, в любом случае, там была картошка, эту картошку, лук и прочее, в общем, всё это ребёнок ел руками. Ну, а бульон он пил, точно так же из какой-то вот глубокой тарелки. Вот, да, история повторяется. Я так подумала, Боровченко, они не меняются. Но тут хотя бы никто никого не заставлял, не заставляла Таня Максима руками выгребать вот эту вот гречку и есть, потому как Максим, слава богу, ничего не поломал, никакой столовый прибор. Ну, а вообще, конечно, у меня больше вопросов в качестве столовых приборов. Это где, Боровченко, взяли такие столовые приборы, которые ломаются очень легко и просто, и это может сделать ребёнок. Правда, интересный вопрос. Ну, а Таня радуется, что Максим уже почти всё доел, а напротив Максима сидит Боря-младший и говорит, а Максим быстро выпил вот эту самую молочную гречневую кашу, потому как у него было мало. Ну, вот у Сталин, владелец, я глаголит истина. Было мало у ребёнка, оттого он быстро всё доел. Таня продолжает всё так же урезать порции детям. Для чего? Дети должны есть вдоволь. Дети – это растущие организмы. И им нужно получать свою норму белков, жиров и углеводов, ну и витаминов каких-то, да, тоже вот из еды. Желательно получать побольше, а не пропивать курс витаминов, которые вот купили в аптеке. И для чего Таня сознательно недокармливает детей, конечно, я этого понять не могу. Причём понять этого не могу достаточно давно. И с чего вдруг Таня решила, что она с Борей-старшим должны есть больше. Ну и детям это тоже она утолбила в их умы, в головы. И сказала, да, мы большие дети, да, вы большие, вы должны есть больше. А мы что? Мы дети, мы маленькие, нам всё по остаточному принципу. Главное, чтобы мама и папа были сыты. Представляете, что в головах у детей творится? О чудо, Таня расщедрилась. И Максиму даже предложила какую-то булочку, слойку какую-то, я так понимаю, покупную, потому как, ну, кто будет печь? Боря на стройке, Таня печь в принципе не умеет. Поэтому да, слойка купленная, и причём Таня спросила, хочешь ты с джемом или без? Понятное дело, ребёнок выбрал с джемом. Ну так, как Таня вырезала, с вареньем. Пусть будет с вареньем, в любом случае с начинкой какой-то, с наполнителем. И Максим эту самую булочку, слойку, что там было, он прям на стол положил. Даже не Максим, а Таня. И Максим к этому нормально относится. И все дети к этому нормально относятся. Потому как они не понимают и не знают того, что должны быть тарелки какие-то, какие-то салфетки, ну и так далее и тому подобное. Этого всего в семье бровчинка нет. Прямо вот на голый стол, даже без скатерти. Прямо вот на деревянную поверхность. Эту самую булочку. И ешьте, дети, не обляпайтесь. И это уже не впервые. В прошлый раз Таня давала какие-то оладушки. Опять, кстати говоря, Максим, и снова на этот голый стол тебе оладушки выкладывала. Или один оладушек. Один, один был оладушек. Извините, как я могла так подумать про Таню бровчинку, что оладушки нет? Один оладушек. Потому что что-то еще она выкладывала прям вот так вот перед детьми на голый стол. Ну это вообще ненормально. Блины, по-моему, были. Но видите, бровчинка считает, что они все делают правильно. Заговорила Таня за свой день рождения. И сказала, мол, мой день рождения и день рождения семьи будем отмечать одновременно. Думаю, да ладно. Все-таки мы видим день рождения Тани. День рождения детей я уже на эти... Праздники даже не надеюсь. Но хотя бы день рождения Тани мы сможем увидеть. И говорит, будем их отмечать на пикнике или на рыбалке. Ну нормально так. Кстати говоря, они уже ездили на рыбалку. После того, как прошел день рождения Тани, они поехали на рыбалку. И там почему-то даже намека не было на то, что они будут отмечать день рождения их семьи и Танин день рождения. Ну, наверное, еще раз поедут куда-нибудь на рыбалку. Возможно, когда они будут на отдыхе. Тогда Таня решит вдруг отпраздновать свой день рождения и день рождения их семьи. В принципе, переносить праздники для Бровченко это абсолютно нормально. Как правильно заметили в телеграм-чате, верующие Бровченко даже Рождество переносят. То почему теперь есть день рождения семьи или день рождения Тани? Это уже, знаете, так, ерунда. Они церковные, религиозные праздники переносят. Им вообще никакие законы не писаны. Все туют Тани на то, что, мол, не нашли они тут пока еще в Новосибирской области, я так понимаю, не только в Новосибирской пригороде, рыбных мест. Мол, в Иркутске семь лет искали, и как только нашли, сразу переехали в Новосибирск. Представляете, незадача какая. Теперь, я думаю, в Новосибирске будут искать тоже очень долго, а потом, как только найдут, сразу куда-нибудь переедут. Хотя, казалось бы, куда им переезжать? У них дом строится, а дом это уже серьезно, это уже недвижимость какая-то, это уже привязан к дому. Ну, как-то так. Но я так думаю, что Бровченко со временем, это я предполагаю, запросто продадут этот дом и купят себе недвижимость где-нибудь в другом городе, в другом районе, в другой области, где угодно. Вот куда их душа потянет, куда их позовет? Дух авантюризма. Вот туда они и поедут. Но, опять же, у них дети, они о детях вообще не думают. Бровченко старше, в основном в своем масте, думают только о себе любимых. А дети, ну что дети? Дети как дети. Они получают пособия на детей. Ну, вот и замечательно. Дети это бесплатное приложение к пособиям на этих самых детей. Ну, кстати говоря, дети из этих пособий вообще ничего не видят. Даже вот когда ночь сериалов у них, как Таня выразилась, что-то вроде того, в общем, можно не спать столько, сколько заблагорассудится. И смотреть какие-то мультики, фильмы, сериалы. И даже вот на вот эти мероприятия Таня не выделяет детям деньги из этих самых пособий, для того, чтобы дети купили себе вкусняшки. Нет, дети покупают эти вкусняшки на карманные. Таня должна дать детям и карманные деньги, и обеспечить и едой, и какими-то вкусняшками, так сказать, из этих самых пособий. Всё, правда ведь? Правда ведь? Но нет. Видите, есть карманные, и всё. Таня решила обойтись малой кровью. Выдала карманные, а дальше крутитесь как хотите. И подарки друг другу дарите, и Тане подарки дарите на карманные, и себе какие-то вкусняшки покупаете. Всё это на карманные. Такое ощущение, что там просто, как сказала бы другая моя подопечная, огромное количество денег Таня выделяет на эти самые карманные расходы. А детям приходится как-то выкручиваться, где-то ужиматься для того, чтобы как-то вот выкроить сумму на вот эти самые вкусняшки на ночь сериалов. Ну что ж, финансовая грамотность в действии, да. Теоретическую часть курса проходили Таня с Борей, а вот практическую часть курса проходят дети Бровченко. Правда, справедливости ради надо сказать, что ещё там какие-то котлеты Таня собирается готовить. Но у неё будет два вида котлет. Одни вроде как свиноговяжьи, а вторые котлеты. Второй вид котлет – это куриные котлеты. Что случилось? Неужели на самом деле опека на пороге? Может быть, правы те, кто в телеграм-чате об этом говорит. И чем дальше, тем больше я к этому тоже склоняюсь. Неспроста вдруг Таня решила из себя изображать прям такую хозяюшку-хозяюшку, прям такую заботливую маму. Биточки Таня собирается готовить. Компот обноварила. И, говорит, открыла для себя что-то вроде летнего такого компота. Говорит, вот из свежих яблок, из свежих каких-то ягод получается компот намного вкуснее, чем из сухофрукта. И только сейчас, Таня, ты это поняла? Просто удивительная женщина. Салат какой-то она приготовила из капусты, колбасы и яиц. Говорит, вот уже доели. И показала нам на донышке огромной бадьи остатки этого салата. Ну что ж, будем верить в то, что действительно там было много салата. Таня, говорит, прям до краев было. И действительно все съели дети, а не Таня им помогла. Ведь Таня, по ее собственному выражению, она ест как полсемьи. Поэтому я не удивлюсь, если действительно Таня помогла детям поесть этот самый салат. Даже, о чудо, нам было продемонстрированное содержимое холодильника. Говорит Боря-младший, мол, открой, открой холодильник. Вот посмотрите, что у меня там есть. И дети, когда хотят, сами могут взять себе и твороги, и йогурты, что-нибудь еще. Там, в общем, до чего дотянусь, я так понимаю. Ну, а Боря-младший дотянулся только до молочка. И будет пить молочко. Я очень надеюсь на то, что он его успеет выпить, пока идет съемка. Пока Таня не отобрала у него и это молочко тоже. Ну, а что касается ночи кино, эта акция у них проходит один раз в месяц, в ночь с пятницы на субботу. И Таня говорит, вот, можно взять себе разнос с едой в комнату, и, мол, там есть эти самые вкусняшки, о которых мы говорили выше. Мол, обычным детям не разрешаем брать с собой разнос. Думаю, нормально так, а когда ты солонки покупала, ты что говорила? Мол, очень удобные эти солонки, потому как они не особо много места занимают, и на разнос можно положить еще много какой-то другой еды и так далее и тому подобное, да? Так, получается, действительно, как мы и предполагали, Таня говорила только о себе и Боре-старшем. Это не о детях, конечно, она говорила, нет. Только о себе и о Боре-старшем. Детям, понятное дело, есть в комнатах нельзя. Не в комнатах нельзя есть, точнее, в комнате одной, да, там все дети с аккумулированного у Громченко. Не на кухне тоже особо не поешь. Вот только пока камера работает, тогда можно что-то поесть. А так вообще бедные те дети. Ну, еще, наверное, когда придут сотрудники органов опеки, вот тогда еще, возможно, Таня прям образцово-показательной мамой себя проявит и покормит детей прямо при сотрудниках органов опеки, чтобы все увидели, какая Таня молодец, что все дети у нее едят вдоволь. И Таня, естественно, скажет, что я их так кормлю три раза в день. А почему они такие худенькие все? Ну, не знаю, Таня. Ну, просто такая конституция у детей, скажет Таня органом опеки. Скорее всего, я предполагаю, что именно так и будет. А как вы предполагаете, что да как будет? Почему вдруг Таня стала изображать из себя такую классную хозяюшку и заботливую маму? Пишите свое мнение в комментариях. На этом буду заканчивать свой обзор. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока!